бывают ситуации когда происходят разводы когда ребенок находится в этом возрасте и тогда у ребенка полное ощущение что все это сделал он лучше один раз ребенок отплачет да то есть переживет эту травму но он выйдет из этой иллюзии что во первых это из-за него а во вторых что он может это исправить задача мамы оставаться в любящей позиции и папа должен показать девочки как кайфово быть женщиной ребенка надо столкнуть с его неуспешностью в том чтобы стать первым и самым лучшим всем привет эта лекция откуда берутся взрослые которую психоаналитик алена орехова выпускает вместе с битрикс 24 в седьмом выпуске алена расскажет о том как формируется женственность у девочек почему так важна роль отца в принятии дочерью женской роли как дети переживают развод родителей и как им лучше о нем рассказывать как избежать превращение взрослой жизни в бесконечную гонку за успехом обо всем этом седьмой лекции откуда берутся взрослые продолжаем разговаривать о фаллическом периоде по теории зигмунда фрейда мы начали на прошлой лекции разговор о том как формируется мужественность и как да то есть в основном мама себя должна вести для того чтобы у мальчика произошла это пола ролевая идентичность и бы был принят мужской пол и для мальчиков и для девочек в этом периоде происходят одни и те же события дату си мальчику и девочки очень важно быть для мамы самыми лучшими единственными и поэтому в этом периоде родительские супружеские отношения подвергаются огромному стрессу дети делают все для того чтобы родители разъединить и для этого у них в арсенале есть очень много инструментов и обычно в этом возрасте начинаются ночные страхи начинается ночной норез все это для чего для того чтобы выдернуть маму из супружеской спальни при том и мальчики и девочки делают это абсолютно одинаково поэтому с этого возраста то есть с трех лет доступ в родительскую спальню детям закрыт и конечно же будут предприниматься неоднократные попытки эти запреты нарушать но здесь очень важно ваша четкая абсолютно ясная для ребенка позицию которую вы выражаете ты уже дошел до такого возраста до что ты можешь спать в отдельной кровати в своей комнате если жилищные условия не позволяют чтобы ребенок был в своей комнате то хотя бы ставится ширма да то есть шторка все что угодно но вы обозначаете что существует взрослая жизнь которая ребенка не касается и для этой жизни у вас есть свое время и свое пространство куда ребенка ребенку доступа нет тем что вы выделяете ребенку его время с вами вы ребенку демонстрируете через свое уважение к его временем да то есть с вами вы демонстрируете и уважение к вашему времени то есть у вас всегда есть к чему апеллировать да то есть смотри сейчас твое время да то есть мы делаем то что ты хочешь потом у меня мое время для меня у меня мое время для общения с папой если есть еще один ребенок сейчас мое время для общения с братиком или сестричкой Но уважая время ребенку, вы ему показываете, что вы просите об уважении к своему времени. И все время показываете, что ваше время есть для себя. И оно в приоритете. Потому что обычно, когда мамы занимаются собой, когда всех уложили спать, когда переделали все домашние дела, и тогда уже, может быть, по остаточному принципу, я себе тоже что-то выделю. Полежу в ванной со свечкой, сделаю масочку. Как тогда ребенок увидит, что у вас есть право на ваше время? И вы сами с уважением относитесь к своему времени. То есть это все необходимо делать не тогда, когда ребенок спит и этого не видит. А это необходимо делать. То есть в обыкновенное время, в световое, чтобы ребенок видел, что да, есть время для меня, есть время мамы для себя, есть время у мамы для общения с папой. И тоже все коммуникации супружеские, ну, понятно, да, то есть не интимная жизнь, но там посидеть обнявшись, да, то есть вместе посмотреть кино. Это все тоже происходит на глазах у ребенка, чтобы ребенок тоже с уважением относился. Что у родителей, помимо их родительской роли, есть еще супружеская роль. И в этих супружеских ролях у них есть определенные отношения. И с уважением к этим отношениям относился. Так вот, что же делать, когда начинаются ночные страхи, ночной НРС? Как правило, к ребенку встает кто-то один из родителей для того, чтобы, да, то есть ребенка успокоить или, если это НРС, поменять постельное белье. Ребенок достигает своей цели. То есть все, в чем он нуждается, то есть выдернуть маму из супружеской постели, и у него получается. И поэтому вы можете заходиться по врачам, по неврологам, работая с НРС, да, но пока вы не покажете ребенку всю бессмысленность его попыток, ничего с лечением не получится. Поэтому что вы делаете? Вы вместе, вдвоем встаете и идете успокаивать ребенка, если это ночные страхи, или вы вместе идете, меняете постельное белье. Потому что любой симптом, он имеет смысл, если он достигает поставленной задачи. Да, задача ночного инуреза и ночных страхов, чтобы родителей разъединить. А если они взяли и приперлись вместе? Вот я тут как идиот лежу в этой мокрой постели, а они приперлись вместе. И нафига мне тогда вот этим заниматься, если у меня все равно ничего не получается? Поэтому, пожалуйста, да, то есть, ну, в основном, конечно, мамы ходят на такие лекции, но ваша задача донести до папы ребенка, до своего супруга, насколько это важно в формировании психического здоровья ребенка. Ну, а зачастую и физического, потому что я еще раз говорю, ребенок может пожертвовать своим физическим здоровьем ради реализации своих задач, да, то есть для него ценности этого здоровья нет. Ему главное получить то, в чем он нуждается. Если цель ребенка, чтобы, да, то есть вас разлучить, то вы играете ему на руку, тем, что вы приходите одна. Здесь и мальчики, и девочки ведут себя абсолютно одинаково, потому что у них абсолютно одинаковая задача. И мальчику, и девочке важно быть для мамы единственным и самым лучшим. Все, что происходит в этой истории, происходит для мамы, для того, чтобы мамой завладеть. Мы уже говорили на прошлой лекции, что мальчик хочет быть для мамы самым лучшим. Он начинает копировать поведение папы, видит, что у него ничего не получается, он очень злится, у него огромное желание папу вообще уничтожить, изолировать, да, то есть самая главная задача родителей показывать, что мы вместе. Потому что, как бы папа себя не вел в этом возрасте ребенка, ребенок на бессознательном уровне считает, что всемогущий папа, он точно знает о том, что я замыслил, и любые папины проявления в адрес ребенка, пусть даже там какие-то минимально агрессивные, ребенок воспринимает как, все, вот она расплата, вот она расплата, и сейчас мне мало не покажется, да, то есть, а как мужчины между собой решают вопросы? То есть появляется страх кастрации, то есть папа за то, что я претендую на его женщину, может лишить меня самого ценного, самого важного. И, понятно, это все бессознательные процессы, и они переводятся вообще на тело, то есть появляется дикий страх телесного ущерба. Дети этого возраста, особенно мальчики, они боятся стричься, да, то есть они боятся подстригать ногти, а они с большой неохотой моются, потому что это отмылить вообще все можно в их фантазиях. И, ну, вот этот возраст надо переждать, вот этот вот возраст страха телесного ущерба, его надо просто пережить, потому что, конечно же, истерики колоссальные, когда ребенок видит ножницы, потому что у него, ну, полное ощущение, что, ну, все, сейчас этот ужас свершится, да, и точно папа знает, да, о том, что я замыслил. Поэтому вы, ну, с уважением относитесь, да, то есть, ну, к телу ребенка, к его сохранности. Ребенок еще раз попадет в этот возраст, потому что потом в предподростковом возрасте будет очень мощный регресс на этот возраст, и все эти проявления будут опять. И мы на лекции по предподростковому возрасту еще раз к этому вернемся и будем очень подробно об этом разговаривать. То есть появляется дикий страх кастрации, и как бы папа себя не вел, ребенок все время находится в напряжении и в ожидании, что возмездие его настигнет, но своих попыток он не оставляет. И задача родителей, самое главное, ребенка этого возраста, и мальчика, и девочки, показать, что все твои попытки бесполезны. Мы всегда будем вместе. Ребенок должен видеть, что вы вместе. Он должен видеть эти супружеские отношения. Проявление нежности, теплоты, объятия. То есть вы этим показываете ребенку. Все твои попытки бесполезны. Бывают ситуации, когда происходят разводы, когда ребенок находится в этом возрасте, и тогда у ребенка полное ощущение, что все это сделал он. И мало того, что ребенок этого возраста загружен диким страхом, то есть наказанием за мои попытки, но если еще это и реализуется, то ребенок загружается огромным чувством вины. У ребенка ощущение, что это он изгнал папу из семьи. И здесь очень важно разговаривать с детьми на эту тему. Очень часто родители считают, что дети ничего не понимают, то есть им все равно. Они говорят, ну мы же это делаем для ребенка, зачем мы будем причинять ему такую травму. Ребенку очень важно знать правду. Мы начали с вами уже об этом разговаривать на прошлой лекции, о том, как важно ребенку знать семейную историю. Бывает, что, когда совсем не разговаривают с ребенком на эту тему, происходит даже генерализованное торможение мышления. Ребенок, который до этого был таким живым, сообразительным, он как будто зависает, и такая тупизна появляется. Потому что мыслить страшно. Если я своими мыслями могу такие вещи совершать, представляете, какой страх? И страх наказания за это, и колоссальное чувство вины, что я это сделал. И тогда очень важно родителям разговаривать с ребенком. Нет никаких запретных тем. Есть только, ну, правильно выбранная форма, как до ребенка доносить эту информацию. Я очень много работала с детками, которых приводили, и родители находились в этом процессе развода, а дети были в этом возрасте. И с детьми начинало происходить что-то вообще невероятное. Потому что ребенок считает всегда, что раз он эту ситуацию создал, он ее способен и исправить. И предпринимаются всевозможные попытки сплачивания родителей вокруг какой-то цели. Тогда я начинаю плохо себя вести. И они, да, то есть сплачиваются, чтобы как-то меня в чувства привести. Я начинаю плохо учиться. Я начинаю болеть, чтобы опять-таки родителей объединить. Поэтому очень важно сказать ребенку, во-первых, правду, да, объяснить ему, что есть родительские отношения и есть супружеские отношения. И родители мы твои на всю жизнь, это данность. А супругами люди бывают иногда временно, да, то есть кто-то может быть всю жизнь, кто-то может быть на короткий промежуток времени. И от того, что супружеские отношения заканчиваются, не заканчиваются родительские, да. То есть вы говорите, помимо того, что мы твои мама и папа, мы еще друг другу муж и жена. И это совершенно разные роли. И от того, что мы перестали быть друг другу мужем и женой, не значит, что мы перестанем быть твоими родителями. У тебя всегда будет мама и всегда будет папа. И то, что произошло, не из-за тебя. Мы взрослые люди, которые способны принимать свои взрослые решения и готовы нести ответственность за эти взрослые решения. Потому что очень часто ребенок, видя, как кто-то из родителей страдает из-за этой ситуации, решает, что он может облегчить страдания родителей. И тогда там либо девочка пытается стать, да, то есть как бы женой для папы, либо мальчик пытается стать мужем для мамы. И здесь тоже очень важно говорить ребенку о том, что я взрослая, я способна справиться сама. ты только ребенок, и ты занимаешься своими детскими делами. А это моя взрослая задача с этим разобраться. Потому что очень часто, да, то есть один из родителей, не справляясь с этой ситуацией, втягивает ребенка в этот треугольник. И ребенок занимает, да, то есть там место уходящего родителя. Поэтому очень важно в этом возрасте разговаривать с ребенком честно о том, что происходит в семье. Лучше один раз ребенок отплачет, да, то есть переживет эту травму, но он выйдет из этой иллюзии, что, во-первых, это из-за него, а во-вторых, что он может это исправить. Потому что очень часто годами дети зависают в этой ситуации, когда родители говорят, ну, мы решили сгладить для ребенка эту ситуацию. Да, мы просто сказали, что папа уехал в командировку, и ребенок ждет. А он-то считает, что это все он сотворил. И он начинает предпринимать какие-то попытки. Я в свое время работала с девочкой, которую привели, и родители скрывали, не говорили точно, что все, мы развелись, и так как раньше не будет больше никогда. Вот в таких ситуациях очень важно очень четко обозначить, что произошло, и как больше не будет никогда. вот так, как раньше не будет больше никогда. И дать ребенку возможность прожить эту травму. Потому что иначе, когда начинаешь с ребенка говорить, ты понимаешь, что происходит? да, но я же могу что-то сделать. Дети всегда считают, что они могут что-то сделать. И у меня все сердце изболело. Изболелось, что еще придумать для того, чтобы они были вместе. А вы тем, что вы продолжаете проводить там совместные выходные, ну вот, мне часто зовут вопрос, ну можно же, да, то есть, ну там, мы проведем вместе Новый год, мы проведем вместе там какой-то праздник, мы вместе поедем в отпуск. Вы тем самым сохраняете иллюзию, что еще все возможно. А ребенку важно показать. Нет, не будет больше этого, никогда. А дальше уже два взрослых человека садятся и решают между собой вопросы, да, то есть о том, как будет выглядеть взаимодействие. Сколько выходных у папы, сколько выходных у мамы, как проводятся отпуска, как проводятся праздники. Это два взрослых человека обсуждают между собой, а потом доносят эту информацию до ребенка, что да, мы твои мамы и папы, и мы всегда будем проводить с тобой, да, то есть какие-то части отпусков, части выходных, но вместе мы не будем никогда. Вы поймите, что лучше пусть он рядом с вами при вашей поддержке и любви проживет эту травму, чем он будет очень много фантазировать и накручивать внутри себя, оставаясь, да, с неразрешенным этим эмоциональным конфликтом и находясь вот в этом вот ощущении, что он что-то может сделать. Ваша задача все время ставить ребенка на его детское место и отправлять его заниматься его детскими делами, беря на себя свою взрослую ответственность за свою жизнь, за свои отношения, за свое здоровье, за свое эмоциональное состояние. Задача показать ребенку, что вы способны справляться с этим всем сами. И только тогда у ребенка появляется свобода заниматься своей жизнью. Потому что иначе это не дает ребенку покоя, и он будет заниматься вашей жизнью. И потом вообще формируется привычка во взрослой жизни заниматься кем угодно, только не собой и не своей жизнью. Поэтому благополучие ребенка и его ориентированность на себя и на свою жизнь вы закладываете как взрослый человек в этом возрасте. Как же развивается девочка? Девочка этого возраста точно так же, как и мальчик, хочет быть для мамы единственной и самой лучшей. То есть вот если мы говорили здесь фаллический период, он делится на фалонарцистический и депальный, да, то есть фалонарцистический проходит и мальчик, и девочка абсолютно одинаково. Они хотят быть для мамы самой лучшей. И девочка так же, так же, как и мальчик, начинает наблюдать, а кого же выбрала мама. И начинает папе подражать. И это первая фаза в прохождении становления женственности. Потому что становление женственности проходит по кругу. Если мы говорили о мальчике, что оно линейное становление мужественности, то есть я смотрю на папу, начинаю папе подражать, и по реакции мамы, как она к папе относится, с любовью, уважением или нет, у меня либо возникает желание становиться таким же, как папа, либо не возникает желание становиться таким же, как папа. Все очень просто. И пройти полуролевую идентичность мальчику гораздо проще. И как она пройдет, зависит от отношения мамы к мужчине. Теперь как происходит полуролевая идентичность у девочек? Девочка на начальном этапе тоже хочет быть похожей на папу. Поэтому первой стадии прохождения женской эдепальной ситуации является мужественность. И те, у кого маленькие девочки, наверняка эту стадию отслеживали. Что начинает делать девочка? Она просит ее коротко подстричь, она просит, чтобы ей покупали брюки, она начинает просить, чтобы ей покупали машинки, танки, пистолеты. То есть она начинает проявлять мужскую роль. Это может быть очень короткая фаза, но она всегда есть. изначально женственность обретается через мужественность. И коль все это делается для мамы, здесь еще девочка маму слышит. То есть она старается для мамы, говорит, смотри, ну зачем тебе этот мужик, смотри, я могу все то же самое, что и он, да, смотри, смотри, сейчас из пистолета постреляю, да, то есть машинки повожу, уже стрижка у меня короткая. И здесь, коль это делается для мамы, очень важна реакция мамы на это. Да, здесь очень важно, чтобы родители не включались. Потому что очень часто бывает, что если в семье хотели мальчика, и девочка этого возраста начинает проявлять, да, то есть вот это вот мальчишеское поведение, это начинают поддерживать. И тогда вот этот вот круг развития женственности, он не запускается. Мама должна сказать девочке, слушай, ты знаешь, мне это не нравится, потому что ты девочка, ты такая красавица, да, то есть давай мы с тобой будем отращивать волосы, заплетать косички, покупать тебе нарядные платьица, да, играть в куклы. И девочка маму услышит, потому что это делается для нее. И тогда девочка начинает задумываться, интересно, а что же такое происходит? Вроде бы я делаю все, чтобы стать похожим на этого человека, которому мама уделяет, да, свое время, да, то есть свои эмоции, а она говорит, что ей это не нравится. Значит, дело в чем-то другом. И девочка начинает замечать, что у папы присутствует то, чего у нее почему-то нет. Но у детей нет такого понимания, что им что-то не положено. Они же считают родителей всемогущими, и они считают, мне просто не дали. И девочка начинает все время что-то требовать у мамы. То есть так как эти все процессы же, они на очень глубинном, бессознательном уровне происходят, она не требует напрямую член, но она уверена, что это именно та деталь, которую мама всемогущая ей не додала, а она ей очень нужна для того, чтобы показать маме, зачем тебе вот у нее уже все есть. И отношения девочки и мамы в этом возрасте становятся очень напряженными. Девочка все время ноет, все время злится, все время что-то требует. Мама не может понять, что ей от меня надо. И здесь очень важно, какую позицию занимает мама. Потому что девочка маму просто изводит. И надо очень много любви и терпения, чтобы это выдержать. Потому что, если вы не примете эту ситуацию с любовью и терпением, из страха потерять мамину любовь, девочка свернет эту ситуацию и не пойдет дальше в развитие женственности. Потому что, если я в чьей-то любви не уверен, я не могу проявлять агрессию. То есть злиться можно только на того, в чьей любви ты на 100% уверен. А если отношения мамы и девочки как-то нарушены к этому возрасту, и тогда мне важно для тебя быть всегда хорошей, и тогда я не буду на тебя злиться, но тогда я и не пойду в этот круг. И здесь, как бы девочка не изводила маму, сколько бы истерик не устраивало, сколько бы требований не предъявляло, задача мамы оставаться в любящей позиции. И когда мама остается в любящей позиции, девочка продолжает требовать, но не может получить своего. она принимает очень важное решение. Она внутри себя решает, что раз ты такая, раз я не могу от тебя получить то, что мне надо, а ты специально это не даешь, я тогда стану такая же, как ты, вырасту и сама себе дам то, в чем я нуждаюсь. И получается, да, что когда вот говорят о женской дипальной ситуации, говорят, что там девочка любит папу, хочет устранить маму, не из любви к папе она затевает всю эту историю, а из злости на маму за то, что она ей не дала то, в чем она нуждается, она переворачивает этот полюс. Но для чего? Я стану такая же, как ты и сама себе дам, и тогда ты меня наконец-то полюбишь. Это все равно все для мамы, не из любви к папе. Я все равно это делаю для тебя. Я дам себе этот член, и ты поймешь, что я такая же, как он, и наконец-то останешься со мной. И тогда начинается вторая фаза прохождения женской дипальной ситуации, которая называется временный отказ от мужественности. Девочка временно отказывается от этой идеи быть мальчиком для того, чтобы стать девочкой, но все равно дать себе этот член, чтобы все равно стать мальчиком. Вот такая вот, почему я говорила, то есть прохождение женского становления, оно очень-очень сложное. То есть временный отказ от мужественности. Еще эту фазу называют фазой демонстративной женственности. Ну, потому что если я внутри себя, я-то себя считаю мальчиком, и мне надо быть мальчиком, но я начинаю играть роль, но когда у меня внутри нет уверенности, что я девочка, а я просто играю роль, мне надо всем демонстрировать. И вот здесь начинается фаза доказательства всем, что я девочка. и начинаются эти китайские платья с десятью подъюбниками, огромные банты, блестки, короны, каблуки. То есть мне надо всех убедить в том, что я девочка. И к огромному сожалению, в нашей стране огромное количество женщин застревают как раз таки на вот этой вот фазе демонстративной женственности, когда внутри я не верю, что я женщина, и я начинаю всем это доказывать. Почему это происходит? Потому что здесь уже очень важную роль начинает играть папа. папа должен принять женственность девочке и показать девочке кайф от женской роли. И как мало мужчин способных это сделать. Ну, мы же говорили на прошлой лекции, что женщины сами неуважением к мужчинам сделали так, что у мальчиков нет необходимости идентифицироваться с мужской ролью, а потом женственность девочек принять некому. Ну, то есть всю кашу сами заварили и сами страдаем. Сами себя потом подгоняем под стандарты мужчин с латентной гомосексуальностью, да, худея бесконечно, чтобы не было никаких проявлений. Такая очень сложная история. Как же папа принимает женственность девочки? Он это может сделать только через восхищение и любовь мамой. Он восхищается женственностью. Девочки говорят, слушай, говорят, ты такая же красивая, как твоя мама. Потому что здесь уже девочка давно включается в конкуренцию. Ей очень хочется теперь показать, смотри, я лучшая женщина, чем ты. Я папе лучше утром готовлю бутерброды. Я лучше его обнимаю, когда я бегу к двери, когда он приходит с работы. я лучше. Да, то есть мы не забываем о том, что главной потребностью этого возраста является потребность в восхищении. Да, то есть и у мальчика, и у девочки. И если папа очень сильно включается в игру в эту и все свое внимание отдает девочке, а это очень часто происходит, то она начинает ощущать, то, что она лучше мамы, и то, что она заполучила вот это мужское внимание. И тогда ощутить любимость у меня есть возможность только в конкуренции, и только тогда, когда я кого-то победила. Почему говорят, да, очень часто, что очень редко существует женская дружба, потому что в нас всех сидит вот эта вот конкуренция, когда мы застреваем вот на этой фазе, когда папа не показал, что я тобой восхищаюсь, я тебя люблю, потому что ты такая же, как мама, потому что прежде всего я люблю маму, а ты на нее очень похожа. и в этом возрасте девочки очень часто говорят, что они выйдут замуж за папу. Ты мама будешь старенькая, а я выйду замуж за папу. И тоже очень часто родители включаются в эту игру и говорят, да, конечно, обязательно. Ну, здесь же очень часто всплывают супружеские конфликты через все эти ситуации. И то, что люди не могут проговорить открыто, искренне друг с другом, они начинают через вот эту вот игру показывать друг другу. И здесь очень важна родительская позиция, что мы пара. Даже если в наших отношениях что-то произойдет, то не ты будешь выбором папиным, что ты вырастешь, и у тебя будет свой принц на белом коне. Все время показывая приоритетность супружеских отношений. Папа должен показать девочке, как кайфово быть женщиной, потому что она же временно отказалась от мужественности, она же хочет туда вернуться, а ей важно показать, ты посмотри, сколько любви, сколько нежности, сколько заботы получает мама от меня, и как классно быть девочкой, потому что когда ты вырастешь, ты будешь получать от своего мужчины столько же заботы, нежности и тепла. И тогда, когда она понимает, ну блин, так я билась за мамину любовь, а так я получаю и мамину, и папину. Но здесь очень важно, потому что очень очень важно мамина позиция. потому что сначала она что-то требует истерит бесконечно, потом она начинает конкурировать со мной, вытесняя меня из отношений, а я при всем при этом должна на это все смотреть с любовью, любить и принимать ее. но это может сделать только женщина, которая на сто процентов уверена в своей женственности, в своей ценности. Когда она, когда эта мелкая с ней борется, делает ей пакости и всячески демонстрирует, что я-то лучшая для папы жена, чем ты, продолжать ее любить. И только тогда девочка может принять решение, блин, а ведь так хорошо здесь. Я билась только за мамину любовь, а сейчас у меня в два раза больше. Меня бесконечно любят и мама, и папа. И тогда девочка принимает решение остаться в женской роли. И тогда третья фаза прохождения женской эдипальной ситуации это принятая женственность. Когда я поняла, что мне больше не надо бороться, когда у нее всего достаточно. И она такая очень тихая и спокойная. Это принятая женственность. Мне больше не надо никому ничего демонстрировать и доказывать всем, что я не мальчик, а в глубине души быть уверенной, что я все-таки мальчик. потому что когда женственность демонстративная, то есть я нахожусь в постоянном напряжении, вдруг кто-то догадается, что я все-таки не девочка. И женщины, застрявшие на фазе демонстративной женственности, они все время находятся в этом напряжении. Как я могу пойти выносить мусор без макияжа? А вдруг я кого-то встречу? И тогда сразу поймут, что я не настоящая женщина. И тогда, если у меня есть выбор два часа поспать или пойти сделать маникюр, я иду делаю маникюр, потому что как же, это же все догадаются, если я без маникюра, что я не женщина. То есть идет постоянное доказательство. и почему говорят, что русские женщины самые красивые в мире? Потому что папы не приняли, да, то есть женственность девочки через демонстрацию любви к маме и через восхищение девочкой. и мы всю жизнь всем доказываем. И поэтому в 8 часов утра на экскурсию мне надо идти на каблуках, да, то есть если европейская женщина приезжает в отпуск, а зачем ей тогда отпуск нужен, если не ходить в кедах и не краситься, да, то есть она устала от офисного дресс-кода, то наша женщина в отпуске всегда в полной боевой готовности. когда у меня внутри нет этой уверенности, я бесконечно буду всем доказывать. И тогда я буду изображать из себя хозяйку, да, и накрывать столы, ну, потому что если я куплю готовую еду, скажут, ну, какая же она женщина. И вот это бесконечное доказательство самой себе и всем окружающим. Поэтому, конечно же, папина роль здесь очень важна, и мамина роль очень важна. И только вот в этой любви, да, то есть я и могу принять решение, что остаюсь девочкой. Так уж и быть. Главное качество характера ну, вот, фалического, да, это демонстративность и конкурентность. Притом демонстративность на фало-нартистической стадии, да, они тоже разные характеры, фало-нартистические и депальные. Депальная это конкурентность. Мне обязательно надо победить во что бы то ни стало. То есть при принятой женственности я совершенно спокойно признаю, да, что кто-то гораздо и притом ну, даже нет такого понятия там, красивее, некрасивее, ну, красивые все, каждый по-своему. И ты любуешься этой красотой и этой разностью разных женщин. И тебе это доставляет большое эстетическое удовольствие. И ты одеваешься и выглядишь соответственно ситуацией, да, то есть, ну, в спортзал ты идешь в спортивном, в поход ты идешь в кедах, да, то есть, ну, ну, черти кто, потому что все равно, главное, чтобы было комфортно и тепло. А вот это вот по морозу, да, в юбке вот такой вот длины, да, что это, и на каблуках, разъезжаясь, да, по гололеду. Но зато, я же, вы не поняли, я женщина, все, все, а то вдруг вы не заметили этого. Я вам покажу сейчас. Да, то есть, понятно, там, ну, в театр, в ресторан, притом, ну, в ресторан, уже давно ресторан не стал, да, то есть, тем местом, куда люди ходят, да, показать себя, да, то есть, ну, мне вообще, я, ну, я дома не готовлю, и поэтому я хожу в ресторан и завтракать, обедать, в журнале, в спортивном костюме не накрашенном, как мне удобно, как я проходила мимо, так я и пришла, и у меня нет необходимости, да, то есть, что-то из себя изображать. В этой принятой женственности есть так много служения, ну, вот, смотрите, здесь у меня, когда вот этот вот временный отказ, да, и я демонстрирую, но во мне нет вот этой вот истинной женственности, да, то есть я все равно еще мужчину как конкурента воспринимаю, а когда женственность принята, истинная, потому что, смотрите, женская история начинается с отказа, и я-то думаю, что я вернусь, а истинная женственность, когда я в этом отказе, в окончательном отказе, желании вернуться сюда, остаюсь, и тогда женская роль это отказ, но отказ не с позиции жертвы, вот, вот эту вот разницу очень важно уловить, когда я отказываюсь в кайф, ну, женщина ради мужчины отказывается, там, от своей карьеры, ради, там, карьеры мужчины, женщина едет за ним, да, то есть, ну, туда, куда его посылают, я отказываюсь, но я отказываюсь в любви, и в радости, не в жертве, не в унижении, а в осознанном отказе с очень большой любовью, и при этом моя ценность никак не падает, то есть, я ценна сама по себе, и в этой ценности я могу служить мужчине, служить, это женская роль, но служить с любовью, не жертвой, служить, будучи абсолютно в своем величии, и в своей абсолютной ценности, и в своей целостности, и когда женственность принята, мне не нужен мужчина, который мне будет все время доказывать мою ценность и мою значимость, как женщины, потому что это становится моим внутренним состоянием, мне для этого не надо получать этого извне. И это же самые прекрасные отношения, когда встречаются два человека, каждый уверенный в своей ценности, в своей целостности, и когда мужчине не нужно, да, то есть, восхищение женщины, а женщине не нужно, да, бесконечное восхищение мужчины, и его страдания, что без тебя мне не жить, а зачем вам такой мужчина, который без вас не может жить? Ну, цены же отношения двух людей, которые, каждый из которых может жить сам по себе, осознавая свою ценность, да, то есть, и давая себе все, что мне необходимо. Вот так выглядит принятая женственность. женственность. Здесь, что важно, мы говорили о том, что, да, то есть, главная потребность этого возраста, потребность восхищения. Очень часто говорят родители, что, ну, да, конечно, сейчас вот будем им бесконечно восхищаться, да, то есть, ну, он вырастет самовлюбленным, эгоистом, да, вот в этом возрасте перехвалить и перевосхищаться невозможно. Невозможно. Потому что мы же говорили на всех предыдущих периодах, что у каждого возраста есть своя потребность, и эта потребность должна быть удовлетворена по полной программе в этом возрасте. Потому что, если она в этом возрасте не удовлетворена, я иду во взрослую жизнь, и тогда все люди мне нужны для того, чтобы я удовлетворил эту свою базовую потребность. И тогда, если моя базовая потребность в восхищении не удовлетворена, то есть, я всю жизнь кладу на то, чтобы показать всем остальным, что я самый лучший, я первый, то есть, и мной можно восхищаться. И в этом возрасте происходит еще одно важное разведение. Помните, мы с вами говорили о разведении, да, мы с вами отделяли любовь от одобрения, мы с вами отделяли любовь от заботы, и этот возраст, когда отделяется любовь и успешность. Через что? Только через поведение родителей вот в этой всей истории. То есть, ребенок же затевает эту всю историю ради мамы, для того, чтобы быть для мамы самым любимым, самым лучшим и единственным. Задача этого периода показать ребенку, ты никогда не будешь успешен в этой борьбе. Ребенка надо столкнуть с его неуспешностью в том, чтобы стать первым и самым лучшим, но при этом показать, что мы тебя любим. Тебя неуспешного в этой борьбе мы любим. И тогда ребенок понимает, да, то есть, а зачем мне биться за этот успех, если я бился только за любовь мамы, а получил и мамину, и папину любовь. И тогда жизнь обретает совсем другой смысл. Потому что смыслом жизни человека с неразведенной любовью и успешностью является бесконечное достижение успеха. Потому что только достигая успеха, я считаю, я достоин любви. И жизнь превращается в бесконечную гонку за успехом. И тоже очень часто родители мне задают вопрос. Ну вот, да, то есть, мы разведем любовь и успешность, то есть, так он делать ничего не хочет, не захочет, да, каков будет двигатель тогда, каков мотив? Ну, получается, огромное количество успешнейших людей бесконечно несчастны, потому что гонятся-то они не за успехом, а за любовью, но они ее просто так пытаются заполучить. Посмотрите, я и вот это сделал, и вот это, да, то есть, и понятно, что это вот с очень маленького возраста, да, я и тут вот в садике на табуретку встал, да, лучше всех стишок прочитал. И как важно показывать ребенку, что, да, то есть наша любовь вообще не зависит от того, на каком ты месте, какие у тебя оценки, поступил ли ты в институт, да, то есть получил ли ты какую-то должность на работе, что это вещи вообще никак не связанные между собой. И тогда человеку, у которого это не разведено, он все время в этой гонке, он добивается успеха, а внутри-то пусто, ну, потому что то, ради чего я огнался, я-то этого не получил, и тогда, ну, какой логический вывод я могу сделать? Успех недостаточно успешный, да, надо еще большего достичь, и тогда точно получу, достигаю еще больше, а внутри опять пустота, и я начинаю бежать, бежать, и бежать, и бежать, и потом к концу своих дней понимаю, жизнь-то прошла, да, а вот это счастье, то есть спокойности, притом, я же тогда к своей неуспешности отношусь точно так же, как родители относились к моей неуспешности, да, то есть уже вроде бы никто от меня ничего не ждет и не требует, но у меня к себе очень высокие требования, и я себе ставлю постоянно какие-то невыполнимые задачи, и очень часто происходят болезни, травматизация, когда у меня на бессознательном уровне, есть ощущение, что я здесь в этой конкурентной борьбе не справлюсь, да, то есть очень часто спортсмены перед соревнованиями ломают, да, то есть себе там ноги, руки, там, пианисты палец перед каким-нибудь конкурсом международным ломают, потому что мне-то главное стать первым, а я уверен, что я смогу, и тогда это не я поражение получила, а так вот сложились обстоятельства, то есть палец сломался, ну вот так вот, что сделаешь, да, когда для меня просто доминантной является то, что я должен обязательно во всем победить. И прекрасные фильмы, которые всегда рекомендую, комедия, то есть очень юмористическая, знакомство с факерами смотрели, да, то есть, ну, как они восхищаются, а здесь он занял 28 место, боже, наш красавчик, это же вообще просто герой, да, то есть показана одна семья, да, где надо быть все время лучшим и первым, да, то есть другая семья, в которой ребенок растет в абсолютной любви и принятии, что бы он ни делал и какое бы место он не занял. И важно так к себе начать относиться, говорить себе, ну, ну, вот здесь вот лоханулся, ну, да, ну, бывает, да, но моя любовь от этого к себе никуда не девается, да, то есть обнять себя и сказать, ну, слушай, да, вообще, такая фигня, это вообще, по большому счету, все, такая фигня. и это не говорит о том, что ребенок не будет чего-то достигать и добиваться. Важен мотив, что я бегу по этой дорожке не для того, чтобы сорвать аплодисменты и не для того, чтобы добежать первого, а потому, что мне клево вообще, меня прет от этого, я так кайфую от того, что я делаю. И задача это родителей показать ребенку вот это вот удовольствие. И более того, когда с ребенка снимается вот это ожидание результата, дети, как правило, начинают добиваться гораздо больших результатов. И тоже я очень много работая с родителями, давая им такие рекомендации, потом получала обратную связь, да, что как только там, водя ребенка в бассейн и перед каждым соревнованиями, когда он заболевал, да, как только сняли необходимость занять какое-то место, говорят, слушай, да мне вообще все равно. мне важно, чтобы ты просто ходил и плавал, да, потому что это такой кайф вообще просто пойти от школы разрядиться, побарахтавшись в воде. И не важно, каким ты приплывешь, делай это для себя. И дети начинают занимать первые места, потому что когда ты в напряжении, когда ты считаешь, что тебе обязательно надо добиться этого результата, ты обязательно накосячишься, наделаешь всяких ошибок. как только это напряжение снимается, тебе говорится, делай вообще все, что хочешь. Да, я тогда получаю результат. Получается, что вот эта вот история, к огромному сожалению, проходится только в семье. Вообще, да, то есть, детство нужно для, да, детство нужно для того, чтобы мы получили все прививки, а что такое прививка, да, то есть, это переболеть в легкой форме. Вот здесь, в детстве, при любви и поддержке родителей я могу справиться с любой инфекцией, то есть, с любой эмоцией. А это дичайшая травма для ребенка, дичайшая травма, желание быть первым, да, для получения любви и невозможность это реализовать. Но только при любви родителей, да, то есть, он может это принять. Потому что потом, во взрослой жизни больше никогда не сложится такая ситуация, в которой я могу получить эту прививку. Когда, допустим, у меня есть любимая подруга, да, она познакомилась с молодым человеком, а я пытаюсь отбить у нее этого молодого человека. И при этом меня любит и подруга, и молодой человек, да, то есть, а вот в детстве, да, когда вот я всю эту фигню затеваю, и при этом меня любит и мама, на которую я злюсь, и у которой я хочу этого мужчину увести, да, то есть, и папа меня любит, но при этом показывает, что мама в его жизни всегда будет первой. и я проживаю эту травму при этой поддержке. И проживая эту травму, в моей жизни обретается очень важная, уникальная способность, которая тоже может обрестись только в этой ситуации. Это способность отказаться от недоступного объекта. сохранением ощущения собственной ценности и любимости. И вспомните, как в вашей жизни вы отказываетесь от того, что вам недоступно. Это очень трудно. Это же я найду массу объяснений, почему он выбрал ее, а не меня. Я-то все равно знаю, что я лучше. отказаться от должности, то есть отказаться от каких-то благ, отказаться от человека, который тебе интересен, а он не хочет общаться. И я могу жизнь положить, чтобы добиться. Хотя казалось, развернулся и пошел в другую сторону. Когда внутри есть это чувство собственной ценности и любимости, мне не надо ни за что держаться, мне не надо ни за кого бороться, я совершенно спокойно отказываюсь и от этого я не становлюсь ущербнее. Почему я говорю, как важно вот это вот ощущение собственной ценности, которая уже не зависит ни от одного внешнего объекта, потому что оно у меня внутри. И я не ищу в жизни людей, которые мне подтвердят эту ценность. Ценность как женщины, ценность как матери, ценность как профессионала. Только я знаю, какая я женщина, какая я мать, какой я профессионал. И все это вы можете помочь ребенку обрести в этом возрасте, помогая ему прожить эту травму, очень серьезную травму и очень серьезную боль по поводу того, что я не могу добиться того, в чем я очень сильно нуждаюсь. Потому что если в этом возрасте, да, то есть в отношениях родителей было что-то не так, и ребенок понимал, да, понимал, что, ну, это, скорее всего, из-за меня, вся моя жизнь превращается в конкурентную борьбу. То есть я чувствую себя любимым, только когда я кого-то замочил. И это же, ну, переносится и в профессиональную среду, да, то есть в коллектив. Мне все время надо доказывать и все время уничтожать кого-то. Только лишь для одного, чтобы почувствовать, что я ценен и я любим. Если уж взять фольклор, то больше всех добивается Иванушка дурачок, который лежит на печи и себя полностью принимает. Да, если уж говорить о фольклоре, и он для этого никаких усилий не прикладывает. Вы просто видите в ребенке свое отражение и относитесь к нему так, как вы относитесь к себе. И потом, если у меня ребенок дурачок, а кто я тогда? Кто я такая, что я родила дурачка? Вот она начинается, эта бесконечная оценка и непринятие себя в первую очередь. Потому что, когда я себя принимаю абсолютной дурочкой, когда я себя принимаю в своем неуспехе, я только тогда могу принять другого человека. Не могу я принять другого человека неуспешным, если я себя неуспешную не принимаю. и чем больше я себя не принимаю, тем больше мои близкие будут мне показывать свою неуспешность и свою дурость. И это всегда вопрос к себе. А насколько я себя принимаю любого, каким бы я ни был. А дети это всего лишь продолжение меня и демонстрирующие мне то, как я отношусь к себе. Все. Это была лекция «Откуда берутся взрослые» психоаналитика Алены Ореховой, которую она выпускает вместе с BITREX24. Подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях и до встречи на следующей лекции. «Откуда берутся»